Приветствую вас на канале Мир Коллекционера. С вами Ярко Коинс. И сегодня мы поговорим о украинской монете номиналом 50 копеек 1992 года. Это довольно-таки интересная монета для украинского коллекционера, так как ужасное множество разновидностей среди данного выпуска. Все эти монеты изготавливались на Луганском станкостроительном заводе и они имеют множество деталей, различий в деталях, которые стоят как очень много-много денег, так и некоторые разновидности. Могут принести вам от нескольких гривен за такую монету до нескольких десяток гривен. Ну и естественно, если очень дорогие образцы монет найти очень большая удача, то монеты, которые стоят там 3, 5, 10, 20, 30, 40 гривен, можно найти гораздо больше шансов найти, положить себе в коллекцию или же продать их коллекционерам и заработать на них. У кого есть, конечно же, хороший доступ до монет. Итак, начнем. Что же чаще всего можно найти в такой вот горе монет? Сегодня мы поговорим о разновидностях монеты 50 копеек 1992 год Украины Оливки. Именно ее я нашел среди этой кучи. Ну и также обращу ваше внимание на вот эту монету. Она чаще всего встречается среди разновидностей 50 копеек 1992 года. Это так называемый четырех ягодник. В раз, два, третьей грозди калины четыре ягоды. Если, например, взять любую другую монету из вот этой кучи, вы можете увидеть, что раз, два, третья гроздь стандартное размещение это пять ягод калины. Да в любой монете. Раз, два, третья гроздь, также пять ягод. То есть такой четырех ягодник может принести вам около гривны полторы. Также следует обращать внимание на не только на количество ягодок и на форму ягод, а и на гербы. Чаще всего вы сможете видеть вот такой вот самый стандартный герб. То есть узенький такой трезубец, его называют луганский тип. Это стандартный, самый стандартный, самый распространенный герб. Такая монета с пятью ягодами, с такими вот гербом стоит ровным счетом номинал. Их довольно часто дает на сдачу. Они встречаются. Тираж их огромен. Если вам подфартит, то можно увидеть вот такие вот два герба. Это не супер большая редкость, но сейчас дают их на сдачу не часто. Это так называемый укрупненный аверс. То есть грубый герб, как его называют, уменьшенный герб и увеличенный грубый герб. Называют его еще грубым гербом. Это если вот таким вот простым языком, не вдаваясь в подробности и не разговаривая о штампах каталога Игоря Тимофеевича Коломийца. Значит вы видите, да, различия. Сейчас я положу еще стандартную монетку, чтобы вам было вовсе наглядно. Вот три типа герба, которые встречаются чаще всего. Это стандартный, цена которого номинал. Это увеличенный грубый герб. И уменьшенный грубый герб. Такие вот монеты с уменьшенным гербом стоят там в районе 10 гривен. Их сейчас скупают инвесторы. Ну и такая монета также стоит приблизительно столько же. Может быть если повезет, продадите чуть дороже. То есть грубый герб только увеличенный. Я не буду сейчас вдаваться в очень сильные подробности там всего остального. Это так, для ознакомления. Главной нашей как бы ключевой монетой является сегодняшняя монета 50 копеек. Которая у вас сейчас у нас на экранах. Это так называемая полтинник оливки. Конечно специалисты и нумизматы со стажем уже знакомы с этой монетой. Но новичкам все же надо ее показать и рассказать. В чем же она собственно говоря отличается от обычного полтинника. И сколько она стоит. Скажу, что найти ее в принципе можно без особых проблем. Но и заработать на ней там сильно не удастся. Такая монетка оливки стоит от 10 до 30 гривен. Как повезет ее продать. Некоторые даже говорили мне, что покупали ее и вовсе там по 5-7 гривен. Ну сейчас я думаю, что 10-20 это ближе к истине. Значит, что это за оливки и почему они так называются. Обратите внимание, что все ягодки калины стандартные монеты в виде точечек. Аккуратные такие точечки. Количество этих точечек, что на правой, с правой монеты, что в левой монеты одинаково. То есть количество их. Не так, как в 4-х ягоднике. Но форма самих точек довольно-таки различная. Вы видите, что здесь гроны напоминают гроны винограда, дамский пальчик. Или же просто гроздь оливок. А здесь просто правильной формы точки. Вот такая монета, где ягодки калины напоминают виноград или же оливки. И назвали ее оливки. Это не отдельный штамп. Это технологический брак полтин, которое, как утверждают работники монетного двора в Луганске, мне они об этом рассказывали, оно чеканилось обычным штампом, где ягодки имеют нормальную круглую форму. Но из-за ошибки в расчете усилия, которое давило на заготовку, получалось вот такой вот неправильной формы гроздья. Но эта монета довольно-таки в значительном количестве попала в денежное обращение. Наверняка вы уже видели видео обзора. Кто не видел, я оставлю сейчас ссылку. Посмотрите на подобный дефект, на подобный брак, на подобную разновидность монет Украины. Только номиналом 10 копеек. Это также называется 10 копеек оливки. То есть вы также можете заметить, что ягодки на монетах 10 копеек также несколько, но удлинены. Бывает так, что не все ягодки на 10 копеек имеют одинаково продолговатую форму, но все-таки она заметна. Монета 50 копеек, она гораздо большего диаметра, она крупнее, и поэтому эти оливки отчетливо видны. На 10 копеек, конечно, нужно напрягать зрение, смотреть увеличительное стекло, но все равно они явно таки видно, что 10 копеек, опять же таки, луганского станкостроительного завода вот с таким вот гербом имеют в своих гроздьях вот такой дефект. 10 копеек, как по мне, с оливками встречаются гораздо чаще. И цена их тоже где-то приблизительно 5, 7, 10 гривен за монету. Напишите, какие разновидности находили вы. Может быть, вам встречались и более дорогие монеты, например, 50 копеек с английским чеканом. Кто не знает, что такое английский чекан и сколько тысяч стоит такая монета, посмотрите плейлист монеты Украины на канале Мир Коллекционера. А я напомню, что полтинник с английским чеканом очень дорогая монета. За нее можно выручить как минимум несколько тысяч гривен. Также ряд других особенностей есть и в монетке 4-х ягодник. То есть, если вы найдете 4-х ягодник, но с грубым гербом, он тоже стоит. Несколько дороже, чем гривна полторы, которые я озвучил в самом начале видео. Изучайте разновидности украинских монет вместе с каналом Мир Коллекционера и Ярко Коинс. Пишите вопросы, если они у вас остались в комментариях. Если вы хотите купить, продать или обменять монеты Украины, также смело пишите свои объявления в комментариях под моим видео. Такие объявления я только приветствую. единственная просьба. Вместе с разновидностями монет указывайте свои контактные данные и цену монет. Если вы хотите отослать фотографию монеты, задать какой-то вопрос, напишите нам в Facebook, добавьтесь в сообщество Facebook и коллекционеры или же я лично вас постараюсь проконсультировать. Ставьте лайк, если вам это видео понравилось или же дизлайк, если оно не понравилось. Я же желаю вам побольше редких, дорогих и стоящих монет в копилке кошельки. Зарабатывайте на монетах, коллекционируйте монеты и пусть это приносит вам только удовольствие. Ну а как фон, к сегодняшнему нашему видео служил листовой купон. Это картка с поживача образца 1991 года. Такой листовой купон или же картка с поживача был выпущен в листопаде 1991 года и не использовался. Он не разрезанный. До новых встреч, друзья! С вами был Ярко Коэнс. Пока-пока!